Спасибо, что пришли. Я сегодня хотел бы продолжить тему, которую мы начали обсуждать в нашей первой лекции, и объяснить, почему в контексте лекций о профитизме я сегодня буду рассказывать о либертинаже. То есть понятно, что эти вещи, связанные на псоколе-бертинаж, как явление историко-культурное, очень по-разному определяются, есть разные подходы, я безусловно определю, что же я имею в виду, говоря про либертинаж. Но прежде я хотел бы вспомнить, что такое либертинаж, как-то все более-менее понимают, и сам корень говорящий, поэтому просто нужно будет, я это сделаю, определить аспект либертинажа, который нас будет интересовать. Что такое профитизм, это, так сказать, более индивидуальный концепт, поэтому я с позволения тех, кто был уже на предыдущей лекции, повторю, может быть, главное, что имеет значение для нашего маленького курса, что такое профитизм. Профитизм, или, может быть, проще нам говорить сначала о профитических текстах, это художественные тексты, которые имеют определенную прагматику, это тексты, которые можно верифицировать, тексты, про которые можно сказать, истинные они или ложные. Мы знаем, что к числу эстетических категорий верифицируемость текстов не относится, что, вообще говоря, для художественных текстов это не характерна верифицируемость, но вот отношение текстов, которые, так сказать, претендуют на профитизм, которые оцениваются современниками как профитические, для них категория истинности имеет значение. Понятно, что истинность всегда релятивна, и, так сказать, статус профитического текст получает в определенных сообществах, да, то есть понятно, что текст, который осмысляется как профитический, как истинный, в одних контекстах таков, а в других или в другие эпохи совсем даже другой. Я также говорил на прошлой лекции, что ориентация текста на священное писание это не обязательный признак профитического текста. Это, конечно, важный признак, я даже не назову его факультативный, но все-таки статус этого признака сложный, абивалентный. В качестве примера я привел знаменитый текст переложения 80-го псалма властителям и судиям Державина, который, несмотря на то, что автор хотел сделать его профитическим, такого статуса среди современников не получил. И я попытался объяснить вам вот эту неудачу Державина тем, что профитическому тексту не соответствовало поведение, публичное поведение автора. И вот тут мы перешли к другой категории, важной, связанной с категорией профитический текст, с категорией профитическое поведение. Поведение, как и полагается для пророка, для профитического текста, является залогом его истинности. Не всякий текст, ориентированный на писание, воспринимается современниками, ну или в определенном сообществе как профитические, если поведение автора не соответствует тому, какой, словно говоря, должен вести пророк. И вот я привел пример другого текста, который получил статус профитического у современников не за счет каких-то высоких художественных качеств, хотя это безспорно, это очень спорно, но все-таки современники не оценивали путешествие из Петербурга в Москву Радищева как великое произведение. Как определил Вязинский, здесь писатель на голову ниже человека. Но вот поведение Радищева, который, как сказал Кушкин, восстал в одиночку против империи, против Екатерины, вот поведение автора придало его тексту в глазах современников статус профитического. Это важный момент. Ну и в качестве удачного примера, когда профитический статус текста подкреплялся соответствующим поведением автора, я привел историю государства российского Крамзина. Кстати говоря, конечно, статус профитического может иметь не только поэтический текст, что, конечно, естественнее всего. Статус профитического может получить хронотоп. Мы знаем, что хронотоп – это часть писания, как вообще говоря, любой, любая летопись. И вот недаром Пушкин назвал Крамзина последний летописец. Вот имею в виду, что у этого текста, «История государства российского» был статус профитического текста, оспариваемый, конечно, современниками, о чем мы сегодня будем говорить. И этот статус профитического текста был подкреплен поведением Крамзина, который вел себя независимо и в своих взаимоотношениях с императором Александром никогда не просил ничего для себя. Ну, это известное обстоятельство биографии «Историка». Есть еще, пожалуй, важное соображение, важное для дальнейшего, о том, что такое профитический текст. О том, что, ну, подобно тому, как в историческую эпоху, когда действовали пророки, в эпоху древнего Израиля, мы знаем, что пророки были определенным дополнением к священникам, что институт профитизма, институт пророчества и институт священничества находились в отношении к взаимной дополнительности. И что пророки, ну, так называемые большие пророки, конечно, пророки в священном писании употребляются, начиная с самой первой книги, пророки, ну, так сказать, терминологически, что ли, если можно так сказать, пророки начинаются, большие пророки начинаются с пророка Исаии, и это, собственно говоря, эпоха пророков – это эпоха, более всего, приходящаяся на эпоху распада древнееврейского государства, когда было два государства, два храма, когда институт священничества падал, и пророки призваны были восстановить статус веры, статус храма, ну, и вообще говоря, для них потому и так важна была, так важным было поведение, потому что они действовали вне институции. И поэтому пророки – это одни из немногих исторических персонажей в священном писании, которые имеют развернутые биографии. И это понятно, потому что биографии пророков были до известной степени залогом того, что то, что они говорили, истинно. И вообще биография пророка – это неформальная вещь. Она не канонизировалась почти, в отличие, скажем, от более систематичных… Ну, вот есть… Понятно, что есть биографии, которые канонизируются, и персонификация этих биографий не важна. А есть биографии, для которых индивидуальная составляет пуант, структурообразующий момент. Так вот, индивидуализация – это важный момент любой биографии исторического пророка. И они имеют очень много индивидуальных черт. И даже некоторую драматургию в своей биографии. Ну, об этом, может быть, я еще скажу. Ну, вот, суммируя все вышесказанное, я сказал бы, что пророчество – это прежде всего пророческие тексты, пророческое поведение – это то, что можно определить как сакральные тексты, ориентированные на то, что получило название «длявящей славы». Вот пророческие тексты – это тексты, которые направлены на поддержание существующей, ну, прежде всего, религиозной нормы. Важно понимать, что вот они, то, что клонится к закату, к упадку, они поддерживают. Это такое сильное средство, которое применяется тогда, когда институционные средства, такие, ну, как церковь, например, традиционная, перестают работать. И в этом отношении либертинаж – это до некоторой степени противоположность профетизму. Потому что если профетизм направлен на поддержание существующей, как правило, конфессиональной нормы, либертинаж наоборот. Он направлен на то, на то, чтобы эту норму добить, на то, чтобы ее не завергнуть, на то, чтобы ее, как минимум, высмеять. Но тем отличается либертинаж просто от аморального поведения, ну, от аморального с маленькой буквы, поведения, потому что либертинаж, как правило, не просто дезавуирует существующую норму. Либертинаж – вообще более широкое понятие, чем профетизм. И, конечно, норма может быть любая, не обязательно конфессиональная. Это может быть норма сексуального поведения, какого-то социального поведения. Ну, и, конечно, конфессионального поведения либертинаж, как правило, направлен против существующей нормы, которая в данном социуме воспринимается как очень твердая. Потому что либертинаж тем сильнее в своем выражении, чем сильнее норма, против которой либертинаж направлен. И вот я хочу в качестве примера, ну, и, знаете, такое мифологическое сознание так устроено и современное, для того, чтобы объяснить понятие, мы объясняем его происхождение. В новой истории конфессиональный либертинаж не как термин. Термин относится, вот мы, если вы посмотрите там любую энциклопедию или вегипедию, вы увидите, что либертены – это некая английская секта религиозная, очень маргинальная. Но вообще, так что, я и говорю, что термин либертинаж, конечно, прежде всего требует уточнения чисто исторического, какой аспект выбирается мной. Так вот, либертинаж, который я имею в виду, а я имею в виду и буду говорить сегодня о конфессиональном либертинаже, он возник в очень примечательный год, в 1666 год. В этом году ждали, понятное дело, конца света. И в этом году с небольшой разницей вышло два художественных произведения, которые определили, собственно говоря, лицо конфессионального либертинажа. В этом году, не помню в какой последовательности, сначала во Франции вышел Дон Жуан Мольера, и в том же году, а может быть, да, и примерно тогда же появился потерянный Раймельтон. Появление этих двух произведений одновременно не было случайностью. Это была реакция обоих писателей на ужесточение конфессиональной нормы во Франции и в Англии, потому что во Франции это было время отмены определенной ориентации на веротерпимость, которая была провозглашена в начале 17-го века, и которую отменил Людовик XIV. И вот это было время, когда Францию покидали гугеноты, и вот в это время вышел, появился, точнее сказать, был написан Дон Жуан Мольера. И тогда же, в Англии, во время реставрации, во время короткого периода реставрации стюартов в Англии, была восстановлена конфессиональная норма в Англии. Не так долго она существовала, очень скоро стюарты власть потеряли, и снова норма толерантного конфессионального поведения в Англии восторжествовала, поэтому можно сказать, что, так сказать, значение потерянного рая для, как образца либертинажного, что ли, искусства, до некоторой степени меньше. Потому, вот, конечно, как художественное произведение можно спорить, что выше, что ниже, оба произведения великие, но все-таки, так сказать, вот это либертинажная составляющая потерянного рая, она довольно скоро была утрачена. Современники не чувствовали того, что это произведение имело, так сказать, такой исторический подтекст, направленный на восстановление религиозной толерантности, утраченной. Другое дело во Франции, во Франции, кстати сказать, толерантность не была восстановлена, религиозная толерантность официально не была восстанавливена до самой французской революции. И поэтому значение Дон Жуана как либертинажного произведения было значительно выше, чем... Опять же, я не имею в виду литературное влияние, я не имею в виду влияние на последующую литературную традицию, это очень спорно, и я не об этом сегодня говорю, но все-таки я хотел бы привести, хотел бы, чтобы вы запомнили этот пример, для того, чтобы вам было понятно, что либертинаж и норма друг от друга неотделимы, и чем строже конфессиональная норма в обществе, тем более, что ли, явно, более жестко, более агрессивно, можно сказать, она дозавуируется, и тем больше либертенных произведений, либертинажных точнее, оно продуцирует. В России в 18 веке можно сказать, было много и мало такого рода произведений, но в том, что после петровских реформ в конфессиональной сфере православная церковь потеряла, конечно, свое значение. Собственно говоря, общество было, религиозная норма, можно сказать, в обществе практически отсутствовала, или, вообще говоря, существовала только на бытовом уровне. Идеологический фон общества определялся другими сечениями, другими факторами, поэтому, хотя, конечно, можно привести массу примеров либертенных текстов, но, вообще говоря, либертенаж как форма литературного антиконфессионального проявления не был характерен, вообще говоря, для русской литературы XVIII века. Почти совсем. Хотя, приводят обычно в пример почту духов или духов Ивана Ивановича Крылова, и это безусспорно пример более сложный и можно его рассматривать как пример русского либертенажа отчасти антиконфессионального, но все-таки можно сказать, что норма, против которой он был направлен, была настолько слаба, настолько неярко выражена, что, соответственно, и либертенажный характер этого произведения был очень неярко выражен. и можно сказать, что вообще либертенаж в русской культуре не то, чтобы очень распространенное явление, в силу того, что конфессиональная норма в русском обществе была всегда более-менее слаба, не считая, может быть, определенной эпохи. И вот именно такая эпоха пришлась на, условно говоря, 1818 год. Что, собственно, произошло в 1818 году и почему это стало темой моего сегодняшнего небольшого сообщения, большой лекции. В это время, в этом году Александр I захотел восстановить конфессиональную норму в России, которая, вообще говоря, уже она получила определенный импульс в эпоху войны 12-го года. Национальный проект, православие, это все то, что в значительной степени определило русское победоносное сознание и, как бы сказать, единство нации единственным образом могло быть реализовано только на конфессиональной почве. других социальных инструментов сплотить нацию в 1812 году не было. По разным причинам Александр I не захотел придерживаться православия, как его младший брат, как известно, Николай I с помощью Уварова сделает православие частью государственной идеологии. Но для Александра I по разным причинам это было неприемлемо. И для него, пожалуй, была ближе такая вот лютеранско-англиканская норма в форме библейского общества, которое фактически с 18 года стало частью официальной идеологической политики. перевод Библии на русский язык, широкое распространение этих текстов, а также различные формы религиозного воспитания, которые насаждались в обществе, через библейское общество. Это было то, что в общем определяло последнюю часть, последнюю половину Александровского царства. Именно то время, о котором мы будем сегодня говорить. Больше того, можно сказать, что, конечно, вот это такое, но не вполне традиционное для русской культуры, для русского общества конфессиональное направление определило массу маргинальных фигур, типа госпожи Крюдонеар или наоборот противоположного ей по своей значимости поведению Архимадрида Фоти, с другой стороны, с другого фланга противопоставленного тому, что называлось придворным мистицизмом. Знаете, это довольно сложный вопрос. Я хотел бы не столько останавливаться на том, что составляло религиозную норму ориентировочно с 1818 года по год смерти Александра I. Он умер в ноябре 1825 года. Я просто хотел бы сказать, что это было время, когда норма стала вновь ощущаема. можно сказать, что религиозность как форма общественного сознания не очень была характерна для русского общества до 12 года. Прежде всего, потому, что православная церковь не воспринималась современниками, то, что называется, интеллигентским сообществом как форма, в которой образованный человек мог себя чувствовать идеологически комфортно. Альтернативой официальной церкви было масонское сообщество, распространенное в разных видах, с небольшими перерывами от новиковского масонства по разные системы, шведская, прусская, английская система, тут мыслишь отландская, имели распространение, и даже официальное закрытие ложь в 1821 году особенной роли не сыграло, потому, что фактически ложь официально не было, кроме, может быть, Великой Астреи, но все-таки вот кружковая жизнь вот это было то, где сведо интересы русского двоянства конфессионального, все-таки не церковь. От такого предисловия надеюсь, все-таки важного, потому что, понимаете, все-таки мы понимаем, что либертинаж и профетизм это связаны, и поэтому либертинаж вошел в мой маленький курс, но все-таки важно понимать, что это не просто связано, это в некотором смысле одно и то же, в некотором смысле одно и то же. Профетизм направлен на восстановление нормы, либертинаж на то, чтобы бороться с некоторой нормой, но либертинаж, потому, либертинаж, что он всегда вместо одной нормы предлагают другую норму. Вот этим либертинаж отличается просто от аморализма, который просто дозавуирует существующую норму и все. Итак, мы начинаем с 18-го года, мы начинаем с некоторой детективной истории, которая на самом-то деле детективна, в том смысле, что она не имеет решения. В биографии Пушкина есть некоторая проблема, которая не решена и которую не то, что мы сейчас решим, но попытаемся по крайней мере обсудить. На протяжении, на самом деле, с глубокого детства Пушкин был связан с Карамзиным. Есть семейная легенда, что Карамзин слушал чуть ли не первые стихотворные опыты Пушкина и там в общем. Ну, это может быть легенда, но точно известно, что с 1816 года, с того времени, когда Карамзин поселился в царском селе, неподалеку от лицея, Пушкин и Карамзин действительно стали дружны. Пушкин ходил в дом Карамзину и видимо, Карамзин был для него тем наставником, которого Пушкин не нашел в числе своих лицейских преподавателей, тем более не нашел в своей семье. И вот в 1818 году в январе вышла «История государства российского». Пушкин внимательно ее прочитал, как он позже писал в воспоминаниях. И принял некоторое посильное участие в литературной полемике, которая возникла по поводу истории, потому что не все, конечно, приняли это произведение. Была резкая критика, которая была воплочена в том числе в статьях историка профессора Московского университета Кочановского. И вот вас в хэндауте первым нумером известная эпиграмма Пушкина на Печановского. «Наш тацит, на тебя да хочет ли взглянуть, узмись, и прежним ты стихом доволен будь, плюгавый выползок из гузна де Фонтена». Это последняя строчка, хорошо бы ее, например, как-нибудь выделить, нужна цитата, она цитата из Ивана Дмитриева. Де Фонтен здесь не просто так упомянут, это критик Вольтера. Вот Кочановский сравнивается с Де Фонтеном, и в общем есть в этом, в этой эпиграмме некоторое подспудное сравнение Карамзина с Вольтером, что несколько, так сказать, входит в определенные противоречия с сравнением Карамзина с тацитом. Тацит, вообще говоря, это форма самохарактеристики Карамзина. Карамзин себя явно отразделял с тацитом, и, собственно говоря, известнейшее стихотворение Карамзина, которое определило во многом мировоззрение молодого Пушкина, и тогда, и позже это стихотворение Карамзина тацит, написанное в годы Павловского царствования. Тацит велик, но Рим описан и тацитом, достоин ли пера его? Всем Риме некогда геройством знаменитым, кроме убийц и жертв, не вижу никого, жалеть об нем не должно, он стоил лютых бед злодейства своего, терпя и то, чего терпеть без подлости не можно. Вот эти стихи, они, собственно говоря, стали жизненным кредом Карамзина, который никогда, в самые суровые эпохи, не терпел того, чего нельзя было терпеть без подлости. И он был, по всей видимости, единственным русским писателем, отозвавшимся на арест Радищева Одой к милости. О разном бивалентном поведении в этот момент Державина я на прошлой лекции рассказал, не только Державину. И вот это соположение Вольтера и Тацита на самом-то деле представляло из себя до известной степени оксюморонное сочетание. Потому что если Тацит это гроза царей, то Вольтер как был известен совсем другими качествами, своей перепиской с Екатериной, дружбой с Фридрихом Великим, ну в общем ласкательством. Его, конечно, современники обвиняли в сервилизме. И в этом стихотворении Пушкина за внешней так сказать апологией Карамзина уже проглядываются некоторые движения от Карамзина, которая закончилась разрывом, которая закончилась тем, что Пушкин из друзей Карамзина, из тех, кто поддерживал историю, перешел в стан так сказать его непримиримых критиков. И по всей видимости именно Пушкину это вообще говоря не очень это не вполне доказано, но скорее всего это так, имеется три эпиграммы так или иначе приписываемые Пушкину. Вот это, которую я привожу, пожалуй, скорее всего принадлежит Пушкину. Его истории, изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимые самовластия и прелести кнута. конечно такой переход от апологии к резкой критике он безусловно мог быть определен и был определен причинами не обязательно личного порядка. Это конечно мужание Пушкина, он очень быстро эволюционирует в это время, Тарзамаса, он проходит быстрая эстазия такого политического мужания между Николаем Ивановичем Тургеневым, Катенину, Зеленой Лампе. Но совершенно очевидно, что все-таки поскольку эти два произведения эпиграмму на Кочановского и эпиграмму на Крамзина отличают может быть несколько месяцев, по всей видимости было какое-то событие или нечто, что поссорило близких друзей. Потому что нам известно, что с ноября 18-го года Пушкин перестает ходить в дом Крамзина и они никогда не видятся больше. Существует романтическая очень красивая версия принадлежащая Юрию Николаевичу Тынянову о том, что причиной ссоры Пушкина и Крамзина была утаенная, но не до такой степени, чтобы Юрий Николаевич Тынянов об этом не знал, утаенная любовь Пушкина к Екатерине Андреевне Крамзиной, жене Крамзина, сводной сестре его друга Петра Андреевича Вяземского, что вот Пушкин был влюблен Екатерина Андреевна написал ей письмо, стал добиваться свидания, в общем, рассказал о своих чувствах, об этом узнал, она показала письмо мужу, было объяснение, и после этого это привело к ссоре. Надо сказать, что хотя это вполне возможное обстоятельство, потому что Пушкин был влюблен во многих женщин, многим писал любовные письма, это вряд ли могло стать причиной такой серьезной ссоры, потому что вот тогда в 18-м году они расстались навсегда, никогда не виделись, и даже в 20-м году, когда Пушкина высылали из Петербурга, он не зашел к Карамзину проститься, ну и так далее, там еще была ситуация сугубившая его Пушкина отношение к Карамзину, потому что Пушкин винил Карамзина в том, что его Пушкина не вернули в 21-м году из Кишиневской ссылки в Петербург, как ему казалось, Карамзин должен был быть гарантом его возвращения. Вот этого события, на мой взгляд, недостаточно, не только, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы ссорами между Карамзином и Пушкиным была бы такой глубокой и так, так сказать, так многим идеологически наполнена. И сам Пушкин, надо сказать, вспоминал с большой горечью в письме к Вяземскому в 26-м году, оправдываясь в эпиграммах, которые, может быть, он писал или не писал, он говорил, что Карамзин его оттолкнул от себя и чем-то глубоко обидел. Я привожу отрывок из автобиографических записок Пушкина, где Пушкин дает как бы официальную версию того, что послужило причиной их ссоры, и в этой версии, которая, как всякая версия, всегда содержит долю правды. Даже когда правду пытаются скрыть, всегда она каким-то образом все-таки существует. И вот видно, что Пушкин оспаривает точку зрения Карамзина, говорит, что они примирились, но эпиграмма и тот упрек, который Пушкин предъявляет Карамзину, вы рабство, и так вы рабство предпочитаете свободе, это, в общем-то, об одном и том же. Совершенно очевидно, что Карамзин на эпиграмму обиделся. А то, что она была ему известна, скорее всего, потому что эта эпиграмма очень широко ходила в обществе, была известна во многих списках, и ее, как и многие другие эпиграммы, которые Пушкин реально не писал, переписывали Пушкину. Карамзин, скорее всего, именно Пушкин винил. И все-таки и этого недостаточно для той, вообще говоря, резкости, с которой Пушкин и Карамзин говорили друг о друге. Эта резкость, конечно, не мешала, например, Карамзину заступиться за Пушкина в 20-м году. И, например, то, что Пушкина вернули в 26-м году из Михайловской ссылки, современники переписывали Карамзину, что, может быть, и не было на самом деле так. Что же все-таки произошло? Мне кажется, что то, что произошло, вообще говоря, подлежит реконструкции, потому что мы знаем из разных источников, не только от Карамзина, о том, что поведение Пушкина вот в эти самые годы, когда ссора его с Карамзиным в частности нашла выражение в этих эпиграммах, это его поведение вызывало негодование, возмущение множество людей, из которых прежде всего стоит говорить о декабристах, о тех, кто изначально составляли дружеский круг Пушкина, я имею в виду круг Николая Ивановича Тургенева, известного декабриста, члена Союза спасения и благоденствия, Ивана Ивановича Пущина, лицейского друга Пушкина, который тоже к этому времени уже был членом Союза благоденствия и так далее. Вот современники вспоминают, что с 1818 года поведение Пушкина стало вызывающее, что он стал вести себя таким образом, что потрясал не только там правительственные круги, но декабристов с их установкой на строгую мораль. В чем проявлялось это поведение? Прежде всего в различных проявлениях, в различных случаях такого, я бы сказал, почти ритуального кощунства, которое он себя позволял в обществе своих друзей по оргиастическому кружку, получившей название «зеленая лампа». Была неудачная попытка в советское время назвать этот кружок чуть ли не филиалом союза благоденствия. Сейчас совершенно сохранился архив, и мы имеем довольно ясное понимание того, что это было оргиастическое общество, которое было не чуждо конечно литературных интересов. В его числе были многие литераторы такие, как Улыбышев, Яков Толстой, да и практически все члены этого общества. Захаживали Дельвик, там бывал поэт Федор Николаевич Глинка, но, правда, не на оргиастических заседаниях, которые имели характер таких просто настоящих оргий. Вот там было два типа заседаний, так сказать, такие более официальные, литературные, литературно-тетральные, ну и другие, которые могли закончиться, например, в момент говения барышень из балетной школы в их церкви под утро, куда Пушкин с друзьями из зеленой лампы проникал как бы для говения на самом деле совсем с другими целями. Это поведение имело характер совершенно открытый. И, конечно, вот это и есть та форма либертинажа, которая стала основой пушкинского публичного поведения с 1818 года, которая поссорила его с Карамзиным, которая толкнула от него декабристов с их установками на строгую мораль, и которая нашла отражение в разных произведениях Пушкина вот этого периода. Период этот довольно точно можно датировать 18-23 декабрем 23-го года. И основой этого поведения было неприятие Пушкиным той, как он считал ханжеской, насильственно насаждаемой двором конфессиональной нормы. Вот это вот, так сказать, конфессиональная разнузнанность, которая больше всего, пожалуй, отразилась в стихотворении в стихотворном послании Пушкина декабристу Давыдову, написанное уже позже в Кишиневе 20-го года. Вот, может быть, вы увидите это на второй странице внизу. Интересное стихотворение, не очень известное, но все-таки здесь важно, просто вот здесь видно, что кощунство становится таким структурообразующим принципом, принципом, на котором построено стихотворение. Если в других стихотворениях этого и предшествующего периода мотивы, так сказать, ритуального кощунства только присутствуют или, может быть, намечены, то здесь, в послании Давыдову, здесь это выражено полнее всего. Напомню, что тогда же, в этом году, писалась Гаврелиада. Что это вообще означало для Пушкина? Вообще, конечно, это не то, чтобы такой особенно ординарный для русского поэта тип поведения, кощунственный, либертинажный. Конечно, это прежде всего означало неприятие той конфессиональной нормы, которая насаждалась сверху. Формой, как это называлось в официозе евангельского государства. Надо сказать, что поведение Пушкина порицалось не только правительством, которое, в конце концов, выслало Пушкина из Петербурга весной 1820 года, но и декабристами, которые видели в поведении Пушкина тоже неприемлемые для себя нарушения конфессиональных норм. Они тоже по-своему боролись с формами официозной конфессиональной конфессиональной нормы. Но для них, конечно, пушкинское поведение было неприемлемо. Они противопоставляли насаждаемые правительством нормы фактически лютеранской православную традиционную мораль, традиционную конфессиональную мораль. Среди близких друзей Пушкина этого времени одним из самых ярких, пожалуй, был граф Федор Толстой, получивший в обществе прозвание американец. Персонаж, о котором, помните, вспоминал Грибоед, вообще, это, конечно, одна из самых ярких фигур, один из самых таких ярких образцов либертонажного поведения, в том числе и в конфессиональном отношении. Период конца 19-го года, это период их близкого знакомства, которым Толстой воспользовался в ущерб Пушкину, распустив слух о том, что за свое поведение Пушкин был привезен в полицию и высечен. Конечно, это было невозможно по отношению к дворянину, это было, тем не менее, несмотря на всю невозможность этого слуха, общество поверило, поверило, и Пушкин, узнав об этом слухе, позже всех, как обычно бывает, по всей видимости, ему рассказал об этом ужасном слухе Петр Яковлевич Чаадаев, столкнулся перед необходимостью восстановить свою честь и репутацию. Как всегда, когда, в общем, пытаешься о чем-то говорить, так сказать, исторически, в какой-то диахронии, всегда не так много времени и место уделяешь содержанию. вообще, конечно, пушкинский либертинаж требует отдельного рассмотрения, это сложная тема, которая включает в свое рассмотрение множество концептуальных произведений Пушкина, условно говоря, с 1819-го, по крайней мере, по 1823-й год. Почему? Чем определены хронологические рамки этого периода, я еще скажу. Большая часть его литературных посланий, прежде всего, конечно, членом сообщества «Зеленая лампа», но они составляют большинство его поэтических адресатов этого времени. Поэма Гаврелиада, ну, и также вообще множество произведений, в которых конфессиональная тема ведущая, и которая, и этот период заканчивается стихотворением «Свободы сеятель пустыны», которое мы очень условно датируем концом 1823-го года, а по моему скромному мнению, скорее всего, 1924-го года, я объясню, почему. фоном этого разнообразного творчества, выраженного, конечно, и в письмах, и в прозе, в частности, в заметках по русской истории 18-го века, условные названия, которые мы тоже приблизительно датируем летом 21-го года, фоном этого большого пушкинского творчества является конфессиональная норма в России, утверждаемая с двух сторон. С одной стороны, конечно, это правительство, которое небезуспешно занимается внедрением в русское сознание библейских текстов, которое распространяет библейские тексты в десятках тысяч, это громадный вообще, говоря, тираж с учетом небольшого относительно количества грамотных людей, которые могли в этот текст прочитать. Правительство делает большие усилия над новым периодом, переводом Библии, который, к сожалению, не пошел в печать по разным причинам. В общем, правительство делает большие усилия для того, чтобы конфессиональная норма, так как ее видел Александр Первый, так как видел его министр просвещения религиозных дел Голицын восторжествовала. В этот же круг входит один из ближайших друзей Пушкина, директор департамента духовных дел Александр Иванович Тургенев. И вот это как бы одна линия, это один путь, по которому, или точнее способ, с помощью которого утверждается в России религиозная норма. Другие усилия предпринимают люди, которых условно стали называть декабристы. Фактически же вот в эти годы к числу декабристов есть еще термин, употребленный историком Дурылиным по отношению к Петру Андреевичу Вяземскому декабристы без декабря. То есть это люди, которые не обязательно настроены очень радикально, это члены союза благоденствия, их было несколько сот, только к следствию были привлечены больше двухсот человек членов союза. Фактически это все так сказать прогрессивно мыслящие так или иначе либеральные мыслящие не обязательно военные интеллигенты. И для них тоже, как и для правительства, восстановление конфессиональной нормы было важнейшей задачей. Но в отличие от правительства, которые по разным причинам в силу такого, так сказать, универсалистского сознания Александра Первого, для правительства вот лютеранская норма, так сказать, англиканская почти была важна. И в этом отношении, конечно, правительство встречало сопротивление со стороны, так сказать, более национально, даже, националистически, традиционно ориентированных членов союза благоденствия, которые, в общем, ориентировались на православную норму более всего. Пушкин противостоял и тем, и другим, и, так сказать, порицался и теми, и другими. Его позиция была ярко индивидуальна, так сказать, она была индивидуальна не только творчески, но и идеологически. Любопытно, потому что, вообще говоря, не так уж много примеров публичного поведения русского писателя, которое бы означено было такой, ну что ли, яркой индивидуальностью. Вот, знаете, это фактически вот в этом отношении. У Пушкина не было круга, кроме вот зеленой лампы, и очень любопытно, очень интересно, что, оказавшись на юге, оказавшись вне контекста своих дружеских связей с членами литературной, с членами литературного кружка зеленая лампа, Пушкин тем не менее сохранил основные черты своего публичного поведения, своего либертинажа. И в качестве примера я могу вот отослать к Ларине Давыдову и к очень многому, к очень многому тому, что составляло так сказать пушкинский образ в это время в глазах современников. пушкинское поведение было вызывающее не только по отношению к правительству, если под правительством можно читать добрейшего генерала Инзова, который относился к Пушкину как к сыну, он был наместником в Кишиневе, ну вот скажем человек, которому посвящено это стихотворение послания Давыдову. Конечно, про него известно, как об этом писали позднейшие мемоисты, что он оттолкнул от себя Пушкина. А в этом писал другой декабрист, который был в тесных, который видел Пушкина на юге в это время, Басаргин. О некотором противостоянии Пушкина и Михаила Федоровича Орлова, который был главой кишиневских декабристов, мы тоже хорошо знаем. Мы знаем, что пушкинское положение было уникально. Мы также знаем, что его политическая лирика этого времени, которая, как мы знаем, нам об этом говорили со школьной скамьи, была, как бы сказать, основой его протестного творчества. на самом деле составляла небольшую часть его протеста, который, вообще говоря, имел в своей основе, который был антиконфессиональным, прежде всего. Объяснять это очень сложно. Объяснять это очень сложно, эта работа не сделана комментаторами Пушкина до сих пор. Вот если вы возьмете эти ключевые для понимания пушкинского творчества это времени произведения, вы не найдете важных концептуальных работ, которые позволят определить их литературные корни, которые позволили бы нам проследить истоки пушкинского либертинажа. Это открытая проблема и может быть вот вам ее решать, если вот я думаю, что ваша кафедра славится своим интересом пушкинистики у вас на кафедре все-таки такие глубокие традиции определенные личностью Макогоненко, как понимаю, до некоторой степени и так далее и другими. Это одна из проблем, которые еще требуют решения, потому что без нее невозможно определить статус Пушкина литературный, поведенческий, социальный вот до по крайней мере 1825 года. Собственно, можно сказать до конца Александровского царства. Для того, чтобы вы поняли всю остроту этой проблемы, давайте обратимся к самой последней цитате, которая вообще говоря представляет из себя некоторую редкость, которую редко воспроизводят. Это цитата из переписки двух декабристов. Это цитата, оценивающая Пушкина, принадлежащая Ивану Ивановичу Горбачевскому, известному декабристу, члену Общества Соединенных Славян. Это отзыв о Пушкине, который содержался в письме Ивановича Горбачевского Михаила Александровича Бестужева. Это позднее замечание, сделанное уже в Сибири. Горбачевский делится своими впечатлениями после прочтения записок о Пушкине их третьего друга, тоже декабриста, Ивана Ивановича Пущина, который, как вы, конечно, хорошо знаете, был лицейским другом Пушкина. И вот в этом отзыве, который сам по себе очень интересен, я привел из него только небольшую цитату, Горбачевский пишет, «Бедный Пушкин, он того не знает, что нам от Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. И почему было прямо сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Мне рассказывали Муравьев, апостол и Бестужев Рюмин про Пушкина такие проделки, что и теперь уши краснеют». Я нарочно заканчиваю, я вообще хотел бы скоро закончить свою лекцию вот этой проблемной, абсолютно клеветнической, не выдерживающей никакой исторической критики цитаты из Горбачевского, чтобы показать эти цитаты относящихся к эпохе 50-х годов, к эпохе, когда совсем было близко, я не знаю, добазаровского и писаревского отношения к Пушкину. Собственно говоря, корни этого отношения к Пушкину вот они где, вот они где, в развратном поведении Пушкина, потому что действительно пушкинское поведение, вот так, как он вел себя на юге в Петербурге, на юге и в Петербурге и так далее, оно стало основой, так сказать, расхожих, популярных, народных биографий о Пушкине. Пушкин был, не знаю, персонажем, персонажем анекдотов, различных, малоправдоподобных историй, каламбурных и так далее, и так далее. И, конечно, культурная роль Пушкина, как определилась вот именно этой, этой частью его публичного поведения, либертинажной и эпатажной, в значительно большей степени, чем то, как он вел себя во второй половине жизни, которую я хотел бы рассказать в своей завершающей лекции. Вот Горбачевский, это, безусловно, некий крайний полюс, некоторое, ну, чрезмерное даже для, так сказать, революционно-демократического восприятия Пушкина мнение, но все-таки оно характерное. В основе его лежит публичное поведение Пушкина эпохи его либертинажа. его важно изучать, важно понимать его идеологическую основу, для того, чтобы, ну, как бы, с этим, с этим образом бороться, с таким восприятием бороться. Если говорить исторически, то, пожалуй, перелом в отношении к Пушкину Пушкину произошел много лет спустя, после его смерти, много лет после того, как было опубликовано это мнение, или почти тогда, когда было опубликовано мнение Горбачевского, переломным в отношении к Пушкину стало открытие памятника в Москве. Это 1880-й год. Собственно говоря, значимость этого события, открытия памятника в Москве, и, собственно, и состояла в том, что он не только решил Пушкина того, так сказать, ореола официозного поэта, певца империи и так далее, он решил Пушкина вот той, так сказать, анекдотической составляющей, потому что Пушкин там, не знаю, в биографии Аненкова, например, Пушкина в Александровскую эпоху, которая вышла в 1876 году, по-моему, он вот такой почти анекдотический персонаж, эпатажный человек, футурист до некоторой степени, а вот должна была пройти эпоха, должен был Достоевский выступить со своей речью, для того, чтобы в отношении к Пушкину в русском обществе произошли перемены. Продолжение следует Продолжение следует...